Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Программа «Мастера» в эфире у микрофона Дианы Берлин. И сегодня у нас в гостях известный фигурист, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион, обладатель приза Жака Фавара, за выдающийся вклад в мировое фигурное катание Андрей Букин. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, я не буду скрывать, Андрей, я на вас смотрю. Во-первых, у меня перед глазами проносятся все ваши блистательные номера с Натальей Бестемьяновой. Просто вот вы для меня вот совершенно единое нечто, единое, когда замирало сердце и сидя у телевизоров, многие принимали волокординчик, потому что это было... Я не знаю, что это было. Это спорт или искусство? Ну, тогда и так не пришли к никаким определениям, потому как в тот момент это был спорт. Почему? Потому что это был любительский спорт. И мы все, и западные спортсмены, ну и в данной ситуации мы тоже были где-то прикреплены. Я, например, был... Сначала у меня первая запись в книжке трудовой — это завскладом. То есть я не профессиональный спортсмен. Надо было номинально где-то числиться. Да, чтобы потом показать, что вот, да, я работаю, и я не профессиональный спортсмен. Но это был обман, конечно. Вот. А тогда это был спорт. Но спорт, которым мы могли творить, мы могли действительно что-то... Ну, не мы, наши тренеры... И вы тоже. Но мы старались... Не умаляйте. Мы пластилин из того, что они делали. Их идеи, музыка, всё. А у нас была возможность творить. Почему? Потому что в тех правилах мы могли спокойно придумывать новые движения под музыку, и как они ложатся. Что такое в тех правилах? Сейчас, по-моему, с 2000 года... Нет, позже. С 2006 года изменились правила судейства. Ввели новую систему оценок. Теперь баллы даются и уровни. Уровни катания или исполнения определённого элемента. Вот, например, в танцах на льду должно быть определённое количество шагов в дорожке, которые ты должен показать на определённых рёбрах. И поэтому все сегодняшние тренеры, они, к сожалению, к сожалению моему, они стоят у таких рамок, что они дальше двинуться не могут. Они должны это показать. То есть творить нельзя? Нет времени. Потому что, чтобы сделать эти дорожки, эти крюки-выкрюки и твизлы, и поддержки, и вращения, остаётся для создания образа программы, ну, бывало там 15-20 секунд. Что можно за этот момент, как раскрыть образ этой программы? То есть вот в чём проблема сегодняшнего правила. В наше время у нас была действительно произвольная программа. То есть мы произвольно делали всё, что мы хотели. Там не надо было показывать эти вращения обязательно. Нельзя было делать больше трёх поддержек. Вот. Единственное было критерие... Ну, какие у вас были поддержки, Андрей? Ну, вот тогда искались. Они искались. И они должны были быть в стиле постановки. Они должны быть в стиле хореографии. Это был спектакль. Да. А сейчас надо сделать такую поддержку, за которую ты получишь четвёртый уровень. Это максимальный уровень. А у них всего лишь три или четыре вариации этих поддержек. Всё. И что тренеру приходится? Ему приходится делать то, что все делают. И сейчас все практически программы похожи одна на... В общем, это своего рода ЕГЭ. Где-то так выглядит. А жалко. А жалко. Но, может быть, что-то и поменяется. Потому что так не может быть, чтобы в течение какого-то довольно длительного времени у нас не появлялись такие номера, такие маленькие спектакли хореографические. А потом... Жалко тренеров? Я уже не говорю о ребятах. Мне очень жалко. Это ужас. Мы раньше с Наташей Бестемьяновой ещё периодически делали семинары. Мы выезжали за рубеж. Нас приглашали, потому что тогда ещё мы работали по этим правилам. И нам было интересно передать молодёжи своё умение. И им было, наверное, интересно. И им было интересно понять, как мы это делаем легко и просто. Вот то сегодня... Сегодня я, например, не пойду уже тренировать. Потому что я должен знать, что эта поддержка должна длиться не под музыку, а просто 6 секунд. Ни больше, ни меньше. Да, это ужасно. И это меня не интересует. Меня уже вот такая постановка программы, меня просто не интересует. Жалко. Это жалко, это обидно. Но если сегодня, на сегодняшний момент я слышал отзывы уже роптания среди тренеров в фигурном катании, в основном это тренеры в танцах на льду, что они хотят всё-таки выйти на Международный союз конкобежцев и с предложением, чтобы всё-таки вернуться к старой системе судейства. То есть вернуться опять к этой 5.9, 6.0. То, что было тогда понятно. И, возможно, с возможностью, чтобы была произвольная программа, всё-таки произвольно поставленной. Но она же так и называется. Произвольная. Да, а сейчас произвольно обязательная, произвольно оригинальная. Обязательно, всё обязательно. Ясно. Ой, Господи, всюду в каждой избушке свои погремушки. Да, но к сожалению нашему мы немножко потеряли и зрителя из-за этого, потому что многие не понимают, как складываются оценки сегодня. Ну да. Но вы же с Наташей первые начали танцы на льду на экране. Вы имеете в виду проект? Программу, цикл, проект. Да. Да, тогда это получилось, мы опередили первый канал. С Натальей Бестемьяновой. С Натальей Бестемьяновой, да. Вот цикл этих вот передач. Мы опередили, наверное, первый канал, ну, недели на две, на три. Хотя мы шли параллельно, но мы раньше это успели сделать. Поэтому, скорее всего, рейтинги в первый год были на нашей стороне. Ну, а потом уже потихонечку-потихонечку все-таки перебил первый канал. Ну, это да. Первый канал. Но главное, что вновь засверкало фигурное катание. Да, вы знаете, вот приятно было, потому что уже 20-летие, когда я спокойно ходил в магазин или куда-то приходишь в общественное место, и тебя не узнают. И слава богу, потому что ты уже нормальный человек. Ты себя чувствуешь нормальным человеком. Я работаю, да, я выступаю. Я катаюсь на публике. Это достаточно тому, чтобы мне получать удовольствие от общения. Тут вдруг прихожу после второго, по-моему, эфира, захожу в магазин ночью, потому что где-то после 10 было. Вдруг подходит маленький мальчик, лет 12. И такой, дядя Андрей, дайте, пожалуйста, автограф. Я думаю, как ты меня узнал? Ну, а потом понял, что, ну, конечно, реклама, постоянная реклама. Конечно, конечно. Наверное, может быть, родители рассказали, что это вот такой-то... И он меня узнал просто на магазине. Ну, и пошла вот эта волна, конечно, очень большого внимания. Но, что очень приятно, то, что пошла большая волна детей в секции фигурного катания. Да, вот это важно. Вот это очень важно, потому что для этого мы всегда и катаемся, и до сих пор мы выступаем, чтобы привлечь максимально детей, родителям, объяснить, как это может быть красиво и долго. Вот наша судьба как бы сложилась с Наташей достаточно тяжелой, в начальной стадии. Непростой, да. Вот, но... Мы сейчас поговорим об этом, да. Да, но на сегодняшний момент у нас уже было в этом году 37 лет, как мы с ней катаемся вместе. Как это все произошло? Вы москвич, семья военного. Как фигурное катание? Ну, вы понимаете, в семье военного жена, наверное, не должна работать. Может быть так, но мама еще по болезни немножко не могла работать. Вот, и когда я появился на свет, в это время она не работала, и надо было как-то, наверное, меня куда-то пристроить, потому что я все время побаливала, у меня какие-то были воспаления, ну, не воспаления легких тогда, а какие-то бронхиты, ангины. Вот, и она решила... А, врачи сказали, говорит, ну, лучше на воздухе. Ну, какой-то вид спорта на воздухе. Лыжи, санки, ну, что-то такое. Потому что это больше ты на воздухе находишься. Ну, и она... Мы проживали рядышком с катком ЦСК. Школа ЦСК, да. И она меня туда повела и привела в эту школу. И вы знаете, ну, на тот момент все равно тоже мальчиков было мало. Да. И вот у нас была группа из 32-х человек. 30 девочек, 2 мальчика. Ой. Да еще, наверное, была проблема тогда с фигурными коньками. Или уже не было? Ну, вы знаете, такой особой проблемы, как бы... И не так дорого, да? На этом уровне... Это недорого было. На этом уровне не нужны очень дорогие коньки и ботинки. Да, потому что надо хотя бы понять, будет ребенок этим заниматься или не будет. И получится у него или нет. Поэтому в тот момент достаточное наше производство было, и хватало этих ботинок и для девочек, и для мальчиков. Хотя я начинал тоже с белыми ботиночками, как и девочек, потому что размер мальчишеский начинался позже. А сколько это вам было? Семь лет. Семь лет меня... То есть школа и сразу коньки. Да. И параллельно фигурное катание. Но оно выглядело как? Оно выглядело всего лишь три раза в неделю. По часу в день. Поэтому, то есть, это не сначала так убийственно, как сегодня, например, четырехлетние дети, они уже должны работать как минимум по три часа в день. И каждый день. Вот это вот страшно. А это нужно так? И так работает весь мир? Да, к сожалению, да. К сожалению, для того, чтобы сегодня обучить ребенка в раннем возрасте уже многопрыжковым, оборотным прыжкам, многооборотным прыжкам, которые они будут потом демонстрировать на юниорских соревнованиях, на взрослых. А если нет соревнований? Вот, предположим, я не хочу видеть своего ребенка чемпионом. Я просто хочу, чтобы он научился кататься и был здоров. И это возможно? Ну, я думаю, что это возможно, если вы меценат или еще что-то, много денег надо. Просто в первый год обучения, то есть первый период обучения, грубо, до 12-15 лет, это вложение родителей, финансовое вложение. Потому что это достаточно дорогой вид спорта сегодня стал. Когда мы занимались... Этого не было. Это мы ни за что не платили. Только в начальной стадии. Мама платила по 3 рубля в месяц за то, что я начинал кататься. То есть это было как кружок? А? Как кружок, секция. Да, да. А сейчас нет такого, уже нет. Сейчас, к сожалению, к несчастью, у нас цены очень высокие на индивидуальное тренерство. Цены на индивидуальные. До двух тысяч за час работы с вашим ребенком. Но индивидуальных артистов маловато. А здесь сейчас родители об этом не думают, потому что они хотят видеть, чтобы у них ребенок сразу же стал олимпийским чемпионом. А такого не бывает. Это нужно отобраться, надо соревноваться, надо со своими, как бы, с верстниками соревноваться в группе, чтобы ты там у них победил, и чтобы тебя заметили, и дальше, чтобы ты пошел дальше. Ну, и как у вас это шло? Что сказал тренер? Имеет смысл вообще тратить три рубля? Да, потому что я мальчик. А их всего двое. Да, их всего двое было. Ой, боже, конечно. И как раз получилось так, что через три года, позанимавшись там в ЦСКА, мой тренер, который основной был, он уходил в другое общество, в Спартак, и забрал меня туда с собой. То есть, ну, как он забрал? Он сказал, приходите, там уже будет общество, там не надо будет платить три рубля, но единственное, это будешь ездить из аэропорта, где мои родители проживали, на Сокольнике. Ага, ну ничего. Единственное, вот, но там уже каждый день пошли тренировки каждый день, и поэтому... То есть на вас, грубо говоря, поставили уже? Ну, как бы да, меня затащили туда. Я там понравился тренеру одной, Надежда Спаниширокова, такая она. Она меня поставила в танцы с девочкой, и вот вся моя судьба закрутилась тогда. А вы всегда были высоким? Да нет, вы что вы. Всегда же девчонки выше, пацанов, вот на этом уровне. У меня партнерша была, ну, нас даже думали, что брат и жена, первая моя партнерша. Брат и сестра. Брат и сестра, извините. А, потрясающе, да. Потом она стала моей женой. Брат и сестра, да. Мы с ней начали, это когда нам было по 12 лет. В 12-летнем возрасте мы с ней уже встали в пару, и потом долгие годы катались до того, как я начал кататься с Наташей. То есть до этого года. Но это не помешало вашему браку? Вы знаете, этот брак, он начинался задолго до того, как Наташа появилась как партнерша. Ну, да. Поэтому, и брак-то произошел-то не сразу, а брак произошел в 80-м году, только потом. А с 75-го по 80-й мы друг к другу бегали на свидание. То есть я каждый день приезжал к ней на квартиру или на тренировках мы виделись там вот так. Поэтому... И она больше не каталась? После этого нет. Она работала потом тренером в этом же обществе, в котором мы закончили кататься в локомотив. Но, вы знаете, когда у нас пришла перестройка со спортом, все, дотации прекратились. И в какой-то день, придя к себе на работу, ей сказали, вы все распущены, каток работать больше не будет. Вот на этом закончилась ее тренерская работа. Но брак не закончился? Брак у нас закончился чуть позже. Понятно. Понятно. Это уже личное. Ну, как появилась в вашей жизни Татьяна Анатольевна Тарасова? Вот это интересный вариант, конечно. Я всегда вспоминаю, правда, Татьяна Анатольевна говорит, что она этого не помнит. А было так, что, во-первых, я, естественно, знал, кто такая личность Татьяна Анатольевна. Я любил пару Моисеев и Сменинков. Ой, потрясающе. Они мне так нравились. Они молодые были. И вот из этой молодежи они мне больше всех нравились. И, конечно, естественно, иногда мы встречались на катке, и я видел, как Татьяна Анатольевна тренирует. Но это одна сторона, как она кричит, как она убивает их всех, как она головам им бьет. Вот, это одно. А второе, это мы были на каких-то соревнованиях. А тогда в то время мы выступали юниоры и могли выступать вместе со взрослыми. У нас были одинаковые программы. И поэтому иногда так получалось, что мы выступали на взрослых соревнованиях. И в ресторане, когда перед выступлением я обедал, и вдруг смотрю, Татьяна Анатольевна с другой своей подружкой, с Аникановой, такая, тренер, и она и сейчас есть. Они что-то обсуждают и на меня смотрят. Думаю, что же они хотят от меня. Думаю, что у меня что-то здесь на бороде, наверное, я неправильно ложку держу, вилку, что-то. Почему такое внимание? Ну, а потом вот она, я ей сказал, она говорит, не, не, мы обсуждали не тебя, но просто думали, что, а зачем этот мальчик-то здесь вот сидит, ему надо с другой девочкой кататься. То есть они уже тогда решали мою судьбу, что, может быть, я буду кататься с другой партнершей. Ну, вот так вот мы с ней, как бы, первый раз для меня она увиделась. А у Наташи не было партнера? Нет, Наташа пришла из-за неночного катания. А-а-а. Она пришла из-за неночного катания, и я ее первый партнер, и, к сожалению, последний. То есть она не меняла. У меня вот было две партнеры, даже, ну, у меня три, можно сказать, партнеры. С одной партнершей я прокатался, может быть, месяц-полтора, с другой я прокатался вот с 72-го, ой, какого с 72-го? С 69-го по 76-й. А вот с Наташей вот с 77-го года мы встали в партнер. Ну, Наташа вообще производит впечатление такого стабильного человека. Да, да, взрывная, да. Взрывная. Взрывная, безусловно. Насчет стабильности, вы знаете, это была большая проблема, потому что из-за своего взрывного характера у нее всегда она с ног-то валилась. Поэтому мне приходилось все время за ней следить, и это была большая проблема. То есть вы были сдерживающим центром. Ну, я хотя бы, я не сдерживал ее эмоции. Это нельзя было. Я просто ловил ее, чтобы она не упала в какой-то момент, потому что это действительно моя работа была в партнера. У меня не такие яркие эмоции в лице. Может, в душе я переживаю такие же страсти, как Наташа, но... Да, у нее все на лице. Да, лицом я показать ему так не могу. Поэтому... Ну и как, Татьяна Анатольевна, как случилось, что она вас свела? Да, Наташка понравилась ей, когда она выступала на показательных выступлениях. У нее был номер Орликина. И очень ярко она его катала, и публика очень хорошо принимала. Но у нее в тот момент, когда она выступала еще, шел подъем в одиночном катании. Ну и Татьяна Анатольевна не думала, что она ее возьмет сейчас в танцы. А вот именно в тот год, когда появился у Татьяны Анатольевны я, то у Наташки был провальный чемпионат России, Советского Союза тогда. Она очень плохо выступила. Ну и Татьяна Анатольевна подошла к ней и говорит, Наташ, заканчивай свою попку бить об лед, переходи в танцы. Переходи вот к Андрею. Ну вот так вот мы и встали. Я там был удивлен, потому что я думал, что любая другая партнерша из танцев, хотя бы танцорша, может быть, мне объявлена. Да, да. А тут одиночная. А тут вдруг одиночница. Для меня это был, конечно, полный шок. Потому что я не понимал, как мы с ней будем сейчас кататься. Я танцор, а она одиночница. Это разная мягкость ног. Они же после прыжков, у них очень мышцы жесткие, потому что, чтобы не провалиться, у них мышцы очень сильные. А у танцоров у них мягкие такие, они, знаете, пружинки такие должны быть. То есть вот эта вот проблема была первые, наверное, 2-3 года, чтобы у Наташки стали мягкие ноги. А в смысле характеров? Это же не шутка. Вы весь день на льду. Вы знаете, как-то мы с ней нормально совершенно вот прям сошлись. Но мы же были знакомы. Мы в одном обществе катались, только у разных тренеров и в разное время. А так-то мы же все время тусовались, где-то встречались на вокзалах, провожали родители там, приезжали, уезжали, как всегда. Дни рождения чьи-то праздновали все вместе тоже, одиночники и танцоры, парники. Все вместе. Друг друга знали, конечно, хорошо. Ну так, чтобы прям вот... Я в ней не видел своих партнершек, когда она каталась все время рядышком. Ну да. Ну, она прыгает хорошо, девка яркая, все время красная. Потому что она очень много работала. Ну да. Вот ей надо было много работать. И вы знаете, из-за этого большая проблема у нас была у Татьи Анатольевны. Я должен быть на соревнованиях отдохнувшим. А Наташа должна была быть загружена. И вот как с нами было ей нелегко, это было страшно. То есть я всегда ездил в отпуск обязательно. У меня был месяц, честно, месяц отпуска после сезона. И все об этом знали, и Татьяна Анатольевна? Нет, как? Татьяна Анатольевна меня, естественно, отпускала. Она понимала это. А Наташу нет. Наташа весь этот месяц уезжала куда-нибудь на сбор, занималась УФП, бегала, прыгала. Потому что ей надо было прийти. Я приду из отпуска, и у меня все хорошо. Ну, только ноги, может быть, сотрешь в ботинках, потому что они отдыхают. Мозоли сходят за это время. А она должна быть в форме. Какой ужас. И вот так вот, да. Один раз ее отпустили, она привезла нам, по-моему, плюс 6 килограммов за 20 дней. Из Гагр она приехала, такая гарная девчина. Татьяна Анатольевна сказала, что это у тебя последний, первый и последний отпуск. Поэтому вот так вот мы всю жизнь, она в отпуске никогда не видел. А мы-то смотрели на это катание. Боже мой, такая она всегда улыбающаяся. Ой, у нее энергия. Она постоянно, даже сейчас ее остановить невозможно. Вот просто мой сын второй, вот младший. В 6 утра в замечательном состоянии, улыбчивая, деятельная. Все. К 9 часам все, Наташи уже нет. А у нас еще и выступления должны быть. Обычно они поздно заканчиваются. Вот тут ей тяжеловато, конечно. И вот у меня сын младший точно так же. В 6 утра он живчик. Он готов везде. К 9 его уже нет. А сыновья вообще спортивные? Ну, первого мы не отдавали. Потому как, знаешь, чем занимаешься, и не хотели. А дальше, почему не хотели? Потому что в тот момент не было будущего. То есть ты заканчиваешь кататься, и три коллектива. Это балет на льду Московский, балет на льду Ленинградский и балет на льду Киевский. Вот три балета на льду. Все, дальше ты никуда не уйдешь. А сейчас? Вы знаете, когда... Вот у нас получилось намного лучше. Во-первых, у Игоря уже получился, образовался коллектив. У Игоря Бобрина. Но они гастролировали... Об Игоре Бобрине? Обязательно. Давайте отдельно вообще. Да. Вот, но они гастролировали только по Советскому Союзу. А когда пришла перестройка, мы как раз закончили наши Олимпийские игры. Мы выиграли. И вот тут уже открыли границы, и мы могли выезжать. И вот тут пошли. Мы выступали с Наташей и в Холидовой Найсе. Два месяца мы с ней там провели. И с Игорем, с его коллективом мы объехали все, весь мир практически. Вот, поэтому сейчас можно прийти, и это будет твоей профессией. И ты будешь за это получать деньги. А в те времена, в конце 80-х, то есть даже не в конце 80-х, в конце 70-х, нет возможности. Нет возможности. То есть дальше ты этого никуда не выйдешь. Поэтому мы не отдали старшего, моего старшего сына, не отдавали. И даже не думали. Он ходил с мамой и научился кататься. Это важно. Ну да. Но как спорт, фигурное катание, мы его не отдали. А в какой-то спорт? А в какой-то, вы знаете, некогда. Я-то уезжал все время, а жена на работе. Вот ребенок с ней, с собой, вот куда его отдашь. Потому что у нее там было 5 групп, и с каждой группой она по 2 часа. Вот 10 часов в день она должна быть на льду, на открытом воздухе. Ну конечно. Вот так вот он гулял с ней, катался, научился очень хорошо кататься. А другим, наоборот, мы уже уезжали с моей будущей второй женой, начали уезжать, а ребенок с бабушкой остался. Ну и кому? Она говорит, он такой энергичный, говорит, я не могу, его надо куда-то отдать. Построили как раз каток, рядом с домом, им 5 минут пешком. Вот как вы начинали? И она взяла его вот так вот, и туда. Он говорит, ну я не могу, у меня голова болит, у меня живот болит. Она говорит, в любом виде, ну будешь фигуристом. Вот она хотела, чтобы он стал фигуристом. Но когда мы закончили так активно кататься за границей, наконец-то у людей появились здесь деньги. Да. И мы наконец-то вернулись в Россию, чтобы выступать здесь, в России. То мы увидели, что это уже, да, действительно созревший фигурист, можно сказать. Начали немножко ему помогать, и мама она его, в основном, это его мама, Лена моя жена, она ему начала объяснять, как это делать. Но у него видно было, что у него кое-что начинает получаться. И он с удовольствием как-то пошел по этой. У него в один день все прыжки получились. Вот не было, не было, не было двойного прыжка. Вдруг он прыгнул один, у него получилось на этом настроении. Она говорит, делай в другой. Он заходит, делает, и опять двойное получается. И так все прыжки он в один день запрыгивал. А сколько, пять лет не мог прыгнуть вообще. А сколько ему сейчас? Ему сейчас 20 лет. Сейчас они готовятся, выиграли сейчас чемпионат России среди юниоров по танцам на льду, так же, как и со своей партнершей Степанова Александра. Красивая девушка. И они уже чемпионы мира прошлого года. И едут на чемпионат мира в этом году юниорский тоже. Ух ты, какой у вас сын. Да, да. Но пока у них идет хорошая такая, как бы, направляющая наверх с результатами. Ну, дай бог. Ну, вот сейчас они войдут еще. Они попробовали в этом году, попробовали быть во взрослых. Но один старт, они немножко не очень хорошо выступили. И надо все-таки к этому готовиться. А Татьяна Анатольевна не смотрела их выступление? Ну, что? Она в восторге. Она, конечно, говорит, Букин, это ты в молодости. То есть на сына, говорит, это вот просто твоя фигура. Я, правда, не помню. У него, по-моему, лучше фигура, чем у меня. А как он катается сейчас, другой уровень катания. Они по-другому катаются. То, что я объясняла вначале. Да, да, да. Им надо крутиться. А как Татьяна Анатольевна к этому относится? Вот к этим требованиям, к другому катанию? Вы знаете, ну, надо, она ищет. Она пытается и тренеров обучать, чтобы найти вариант, вот, как правильно провести линию какой-то идеи внутри этих сложных элементов, чтобы и вращение, и поддержки, и эти дорожки уголокружительные ложились, и хореографии, чтобы больше давали. Потому что, конечно, они заняты настолько своей технической исполняющей конька, что там с ребра на ребро ты должен переложить без каких-то перетяжек, без всяких-то нюансов нашего фигурного катания, что иногда забывают о том, что есть руки, есть эмоции, есть лица, есть глаза, есть любовь между двумя людьми, как партнёров. Нет, не обязательно любовь, но её можно показать. Они об этом иногда забывают. Да, и вы это показывали. Нам тогда повезло, что мы могли вот это ещё тогда сделать. Вся страна была уверена, что у вас любовь. Пока не появился Бобрин, все были уверены. В то время всех нас, ну, всех женит. Да вы знаете, до сих пор нас селят с Наташей иногда в некоторых гостиницах по России. Мы ездим, нас селят в один номер. Конечно. Ну, конечно, Бестемьянов и Букин. Да-да-да, а прям даже как будто одна фамилия. И теперь Бобрин, раньше он ещё как-то, наверное, обращал на это внимание. Сейчас мы просто уже не обращаем внимания, но уже ладно. Мы просто меняем номера, и всё. Ну, вообще, конечно, это интересный путь. Очень интересный путь. А вот знаете, какой у меня вопрос? Вот в этом самом ледовом периоде, вот Наталья Бестемьянова... Ледникова. Ледникова. Это на первом канале. Ледовый период, это другое, да. А у нас проект назывался «Танцы на льду». «Танцы на льду». Нет, я имею в виду, ледниковый период Наталья Бестемьянова появилась в роли судьи. А вас там не было. А это очень простая, простая, я просто отвечу, простая вещь. Наташа, она очень любит, чтобы они не забывали. Ей нравится это, и она хочет показываться на публике, она хочет общаться, она хочет, чтобы все знали, вот она ещё есть, она ещё замечательно выглядит, она потрясающая. Она действительно замечательно выглядит. Она замечательно и выглядит, поэтому... А я не такой пиарщик, я наоборот, лучше я посижу у себя там в огороде, чем я поеду на какое-нибудь телевидение для того, чтобы показать своё лицо. И всё, вот из-за этого. Всё, я поняла. Поэтому, когда меня спрашивали, будешь ли ты судить, я сказал, нет, ребята, спокойно, это не моё, во-первых, и я не люблю судить людей, потому что судить людей – это самое страшное. Я не знаю, как это возможно, вот как сейчас эти судьи сидят у нас на соревнованиях, и при этой новой системе, когда ты должен кого-то утопить или кого-то, наоборот, поднять, я не знаю, как они из этого выходят. А вас топили? Топили. И здорово топили. И вы прямо вот это знали, вы стояли и читали, и знали, что всё это несправедливо. Я даже это слышал, как-то один из тренеров, наших соперников договаривался с другой федерацией, с руководством другой федерации, о том, что нас на этом чемпионате мира надо убрать, и чтобы мы с Наташей стали вторые, третьи, неважно какие. Почему? Потому что это был Советский Союз? Ну, потому что это не был Советский Союз, это был какой-то, видимо, я... Вы знаете, есть... Дым без огня не бывает, но есть предположение, и это, скорее всего, правда, что эти два тренера, Татьяна Анатольевна и этот тренер Наталья Дубова, вот, её пара Климова-Подомаренко, которые нам, ну, всё время у нас поджимались снизу, то они как бы договорились, если Бестемьянова-Букин выигрывает на Олимпиаде золото, то на мир они тогда не поедут. А это был у нас такой разговор с Татьейей Анатольевной, она нас позвала и говорит, ребят, да как насчёт чемпионата мира, вы поедете или нет? Мы говорим, Татьяна Анатольевна, если мы выиграем Олимпиаду, например, 7-2, то есть 7 судей за нас, а 2 за Климова-Подомаренко, мы даже предполагали такой, то мы поедем на чемпионат мира, но если мы проигрываем 5-4, то, понятно, нас будут менять на чемпионате мира все судьи, вот, и тогда мы не поедем на чемпионат мира, но мы выиграем 9-0, и вот как, ну, кто решал? Кто решал, что они как, не поняли, что если мы 9-0 выигрываем у них на Олимпиаде, значит, нас в этом году, у нас публика и судьи, главное, любят, с хорошей программой мы пришли. Конечно. Тогда мы, естественно, поехали бы на чемпионат мира. Вот тогда и получился вот этот такой небольшой казус, Татьяна Анатольевна. Мы на совести этих людей, конечно. Она ушла таким способом, что у нее подскочило давление, она легла в первую ЦКБ, а мы вот с Наташей попались в такую ситуацию, что мы поехали одни без нее. Первые, последний наш чемпионат мира. Вы четырехкратные чемпионы мира. Это вот должен был быть четвертый как раз чемпионат мира, который мы должны были выиграть. Мы до этого были еще трехкратные. Так, и вы поехали. И мы поехали. Но как, мы с Наташей здорово ругались. И, в общем-то, встретились мы с ней, мы не катались, не тренировались. Она одна тренировалась, я не ходил на тренировки. И мы встретились с ней только уже на первой официальной тренировке в Будапеште. Там проходил этот чемпионат, отлично прокатали, замечательно провели чемпионат. Лучшего нашего проката у нас в этом сезоне вообще не было. То есть мы в идеале, вот то, что я рассказывал, мне надо было отдохнуть. Я, видимо, устроил этот скандал. Я отдохнул, она сама поработала, побегала. Мы соединились. В идеале у нас все произошло, что мы выиграли с таким успехом чемпионат. И вы стали чемпионом. И вот там был разговор, я слушал этот разговор, к сожалению, как Дубова разговаривала с немецкой федерацией о том, что нас надо поменять. Потому что мы старые, а действительно мне уже был 31 год. То есть у меня в этом году уже 31 должно было исполниться. А там ребята молодые, как бы на следующий олимпийский цикл они идут. Мы не шли на следующий уже олимпийский цикл. Мы понимали, что нам просто не дадут этого. Ну да. Вы еще чемпионы мира среди профессионалов. Да, было такое. Несколько раз мы завоевывали. 91 год. Это уже очень серьезно. Это как в хоккее, да? А там тоже самое интересное. Тогда все это было куплено, конечно. Сейчас их уже нет, к сожалению. Вам же не покупали призерство. Нам просто сначала нам не дали первое место. Хотя мы выступили отлично. И Роднина, она была в судействе. Она говорит, ну ко мне подошли и сказали, вы вторые. Вот и все. И она поставила нас вторыми, естественно. И все судьи поставили нас вторыми. А я потом в самолете, когда мы перелетали из Вашингтона в Москву, я говорю, а вот в Москве вы нас сделаете первым? Он говорит, как будете выступать? Я говорю, ну да, конечно. Мы выступили, мы, естественно, стали первыми. Но это был кубок профессионалов. А на следующий год мы поехали, мы уже были первые спокойно. А поехали куда? А потом мы приезжали туда. А это все в Вашингтоне проходило. Каждый раз. Чемпионат проходил в Вашингтоне. Мы приезжали в Вашингтон, и потом нам говорили, вы в этом году будете третьи, но деньги вы получите за первое место. Вот и вся разница. Вот так вот профессионалы выступают. А вы можете мне сказать, Андрей, а вы бы что больше хотели? Я бы хотел соревнования. Я бы хотел честного соревнования. А деньги получить как за третье? Не важно. Это вам не важно? Не важно. Как соревнования. Даже если я чувствовал, что я катаюсь на третье место, и деньги мои на третье, конечно, естественно. Конечно. Но если я чувствую, что я сейчас выступаю выше, чем тех, кого они ставят, то здесь мне, ну, раз, и вы мне платите. И я уже, знаете, я так к этому относился. Наташа плакала каждый раз. Она рыдала. Естественно, мы на третьем месте. Мы проиграли всем. Я говорю, Наташа, ну что ты рыдаешь? Я говорю, ну, просто посмотри, вот в пакетике у тебя лежит первое место. Ну что? Ну, стоим мы на третьем месте. Кошмар. Ой, Андрей, вот такие вещи рассказывают. Опять-таки, это уже прошло, знаете, прошла наш век наших Олимпийских игр. Это уже было после 92-го года. Все это произошло. Когда мы уже начали проигрывать Климову и Маленко, они первые. И они работали для американцев. Они очень много работали на американское шоу. Такую пару. Дубову помню, Наталью. Ну, вот она, Климову и Маленко, это ее как раз единственные олимпийские чемпионы, которых она подготовилась с маленьких детишек. А где они сейчас? Они в Америке. И там они? Они остались в Америке, они живут там в Америке. Они, по-моему, в Калифорнии, но точно в Калифорнии. Но вы понимаете, в Америке многие Моисеевы и Миненковы в Америке... Нет. Нет. Ну, они были в Америке долго. Нет. Как они? Они разве не уезжали в Америку? Нет. Никогда. Моисеев и Миненковы никогда не уезжали в Америку. Они здесь были. Они в Америке не тренировали. Коллеги, браво моим коллегам. Да, нет, ничего страшного. Мы все и с Минниковым, нет. Вы знаете, кто был? Значит, все олимпийские чемпионы, конечно, наших времен. Но и мы очень много работали в Америке, потому что там была работа в этот момент. Очень много было выступлений. Интерес был огромный у американской публики. Сейчас все переехали обратно сюда, в Европу, в Россию. Это да, вот я как раз об этом и говорю. А сейчас все переехали. А потому что, во-первых, вернулся, слава богу, спорт вернулся в нормальную русскую. Дотации очень хорошие. То есть спортсмены на сегодняшний момент обеспечены, я не знаю, 200% по сравнению с нашим временем, как их обеспечивают. Конечно, конечно. И тренировочными площадками, и экипировками, и все, что необходимо, еще плюсы им платят хорошие деньги. Слава богу, наконец-то. А вы видели Пахомова и Горшкова? Ну, я с ними соревновался. Ну... Как я? Я над ним... Вот скажите. Мы с ним сидели в одной раздевалке рядышком с Сашей. Мы потом дружили. Это были ваши друзья, а не ваши кумиры. Мои кумиры все-таки были Моисея Сминько. Саша и Мила, они, ну как, они гениальнейшие люди, но их манера катания, я понимал, что это только им принадлежит. И она с ними, наверное, уйдет. Так оно все и случилось. Да, а молодежь, как, видимо, Моисея Сминько, потом был Алексеев Байчук, Леничук Карпоносов, Войтюк Жигалин того времени. Вот кто езжал, Леничук Карпоносов. Прошу прощения, Леничук Карпоносов. Они в Америке и работают, и живут, и работают в Америке. А это уже прияда шла другим путем, немножко новаторским. Поэтому, конечно, из этой прияды мне больше Моисея Сминько... Ну, конечно, Моисеева была просто, я даже не знаю, лебедь. И Андрюшка какой красивый мужик. Я хотел бы выглядеть как он. Ну, Андрей, вам грех жаловаться. Ну, я по-другому немножко выглядел. Нет, вы всегда выглядели галантно, стильно. Ну, что вы. Ну, тоже на него насмотрелся, наверное. А вот знаете, о чем мне расскажите? О музыке. Как вы выбирали музыку? Или просто вам говорили, так, будете кататься под это? Значит, первое, это прерогатива, конечно, тренера. Тренер ищет музыку. А хореограф у вас был? Хореографы были. Обязательно были хореографы. У Татьяны Антоновны всегда был свой хореограф. Это Матвеева, Лена Матвеевна. Вот. Она очень долгие годы с ней проработала. И она очень много проработала с Моисеевым, с Миньенковым. Она любила их, обожала, и они ее обожали. Мы немножко, когда пришли, у нас немножко другие программы были. У нас более гротеск, Андрюшка с сыркой, более классическая. И поэтому нам приглашали уже немножко других хореографов. Это из Моисеевского театра там. Что делает тренер? Он ищет сначала музыку или идею, что он хочет поставить на следующий год. Сначала, что он хочет поставить на следующий год. Дальше ищется музыка. Залезаются в картотеки, там пластинки, кто-то у друзей. Тогда, в советские времена, это гостелерадио, где еще можно взять. И у кого-то, кто ездит за границу, и там пластиночки какие-то, может быть, что-то услышишь. И дальше идет запись. Грязный вариант. Приносится налет. Предъявляется нам с Наташей Татьяной Анатольевной. Предъявляла два-три варианта музыкального исполнения. И дальше, что нам нравилось? Что вот по душе больше? Все-таки это важно было, да? Если нам вот в таком исполнении, нам не нравится. А можете вспомнить, что из чего вы выбирали? Вот какой-то номер. Ну, могу. Но это уже, конечно, последние наши программы. Тому как, например, когда Кармен. Да. Это был самый тяжелый выбор, потому что мы только-только... Потрясающий самый номер. Недавно выиграли у Иры с Андреем, у Моисея Сминьковым. И мы стали первой парой в Советском Союзе. Вот. И у них потрясающая Кармен была. Да. И я сказал Татьяне Анатольевне... Но другая. Ну, она другая. Потому что я сказал, Татьяна Анатольевна, если хоть один кусок из Кармен, Моисея Сминькова появится здесь, я под эту музыку работать не буду. И вот мы выбрали только те куски, которые не были у Моисея Сминькова. Какой вы! Я жуткий. А ходят слухи, что с Татьяной Анатольевной вообще нельзя спорить? Да ну как? Собственно, вы даже не спорите. Вы говорите. Я уезжаю на месяц в отпуск. Всё. Я вот эту музыку кататься не буду. Всё. Ну, у нас с ней были достаточно такие дружеские отношения больше. Я не знаю. Конечно, она тренер. Конечно, она... Великий. Это... Авторитет. Конечно. Стопроцентный авторитет. Но не знаю как-то так, то ли она меня допустила до этого, то ли пропустила меня. Ну, в общем, я с ней достаточно серьёзно спорил, и она со мной советовалась. Потому что после Олимпиады 84-го в Сараево нам надо было решаться, пойдём ли мы ещё на Олимпийский цикл. Потому что по возрасту мне уже было немало лет тогда. И, конечно, каждый год выдерживать психологическую нагрузку, не физическую нагрузку, психологическую нагрузку вот этого всего фигурного катания, вот этой всякой такой нашей тусовки фигурного катания. Это нелегко. И каждый год мы с ней подписывали как бы такой устный договор, что иду ли я на следующий сезон, на следующий год работать. Вот так вот. Мы с ней ссадились вдвоём. И она говорит, ну как, Андрюха, ты пойдёшь? Я говорю, Татьяна Анатольевна, ну с такой программой, которая сейчас в этом году мне нравится, я говорю, я постараюсь. И вот шли. Ну а как же вы другую Кармен-то выбрали? Я не понимаю, Кармен-Кармен? Нет, Кармен там разная же есть. Конечно, разная музыка. А отсюда и хореография другая. Вот мне просто интересно. Я сказал, что я не хочу... Вы так знали эту музыку? Ну конечно. Мы же с Моисеем Семенковым сколько лет на одном катке постоянно мы знаем. Мы знаем каждый шаг, каждое движение, их программа, они знают наши. Мы всё это знали, мы друг другом смотрели. Конечно, естественно, я знал, какие куски были у них, что я не хотел сделать, какие движения я не хотел показывать. Потому что я не хотел, чтобы мы копировали идеальное катание Иры с Андреем. Я хотел, чтобы мы создали своё. Вот так же, как я и смотрел потом у Навки с Костомаровым. Я хотел, чтобы не увидеть что-либо от нас, чтобы они сделали своё. Вот это самое важное. Когда ты своё пережил, ты своё всё это осознал, и ты это своё показываешь. Вот это самое важное. А просто сделать руки... А Наташа? Наташка всегда творит. Она постоянно. Она готова на всё была. Я здесь как-то... Ну, Кармен, конечно, для неё. Она просто и есть Кармен. Конечно. Когда она услышала Кармен, она завелась, она уже там себя представила. Всё. Я долго ходил, бучился. Что же мне... Каким мне-то быть там? Потому что там надо тоже быть разным. Очень сложно, да. Потому что всё равно главная она. Конечно, естественно. Всё равно надо же подтянуть-то было одеяло на себя. Потому что начали уже поговаривать, что Бестемьяна вот она, видите, какая она всё время на одной ножке крутится. А Букин стоит всё время на двух ногах. Ну, только никто не говорит, что я её всё время поддерживаю и придерживаю. И поэтому она крутится. И я так посмотрел здесь программу, посмотрел, да, действительно, Андрюшенька, у тебя так слишком много двух ног. Надо как-то кататься на одной ножке. И вот это после Кармен был как раз серьёзный разговор с Татьей Анатольевной. Был очень... Мы просто очень ругались. Я за каждый шаг боролся, чтобы я стоял на одной ноге. И вот эта вот постановка 86-го года сезона, Паганини, там я действительно катался на одной ноге. Но Наташа её не любит, потому что там поставлено всё на меня. И я там уже на одной ноге. И я уже её так не держу, ей самой надо держаться. Поэтому она всегда говорит, у меня Кармен, у меня Кабаре, у меня половецкие пляски любимые. А половецкие пляски какие? Ну, там это уже симбиоз всех. Мы уже как-то нашлись и уже перестали говорить. Как бы прям классику, классику, классику. Ну, а почему? А это Кабары. Это не классика, это в Рита, я так сказать. Уже тоже классика. Ну, классика, да. Да, но другая. Ну, уже тогда Татьяна Анатольевна жила с Владимиром Крайневым. Конечно. Они уже были муж и женой. Замечательный музыкант. И, конечно, он очень много советовал Татьяне Анатольевне, чтобы можно какие произведения сделать. И, например, мы записывали Кабаре, записывали в доме звукозаписи. Да. Вот. И я, например, там стоял, у меня получился свист, я стоял на лестнице, вытащили тогда на лестницу микрофоны из студии. И я свистел, когда мне надо было в постановке. Ну, тогда еще, да, мог. Молодым был. Да. Вот. И вовремя надо было свистнуть под музыку. Потому что там у меня были действительно такие, да, такие вот как раз такие места, где я падаю со свистом. Пролетаю со свистом, называется. Вот мы придумали вот такое, свистнули, и получилось, потом в программе это был ключевой момент, когда вдруг появился свист, откуда он там, его уже нет в оригинале. А вот просто так записывали, когда записывали уже. Программа записана специально для нас. Это было записано специально для нас. отыграли замечательные исполнители, музыканты. И благодарен им за это просто вот так вот, упакованным. Вы знаете, Андрей, я помню эту запись. Я работала тогда там, поэтому помню. Многое время я проводил там, конечно. Да, да, конечно. Но это была приятная работа, потому что это с удовольствием. Это ты свою же, свою программу как бы творишь. Конечно, конечно. И главное, знаешь, когда тебе надо, какой акцент. Здесь очень важно вот это. Скармен там надо было наоборот. Там ты идешь от музыки, и тебе расставлять акценты, себя ставить, как ты хочешь. А когда ты пишешь как бы с людьми, которые творишь свою музыку, свою программу, не музыку, программу, то это легче, конечно, так и интереснее. Я не могу вам не задать вопрос по поводу сегодняшнего фигурного катания. Давайте. Кроме того, что вы уже рассказали по поводу ЕГЭ, да? Ладно. Бог с ним. Все равно ребята работают, они тренируются. Очень много работают. Очень много. И они хотят, и тренеры, и так далее. Вы, есть ли те люди молодые, за кого вы будете болеть? Вы знаете, молодые есть. Но есть и, кстати, не очень молодые. Так же, как и Женя Плющенко. Я буду за него болеть. Я буду болеть. Я знаю, что это такое, выйти сейчас на свою четвертую Олимпиаду. Я понимаю, что он переживает. Ну, возраст у нас приблизительно одинаковый. Но не сегодняшний возраст, а по выходу на Олимпиаду в таком возрасте. Ему там 30, и мне было там 30 тоже. Это физическое, это ладно. Психологически как он. Да, это, конечно. Буду болеть за Аделину Сотникову. Мне очень нравится эта одиночница. Потрясающая девчонка. Вот не повезло ей на чемпионате Европы. Выиграла другая молоденькая девочка. Но молоденькая, она ей 15 лет. Я хотел бы посмотреть, что с ней будет через 2-3 года. Потому что когда пойдет перестройка организма, здесь, сейчас ей все это легко. Есть у нас еще таких десяток девчонок. И слава богу, что у нас сейчас одиночное катание женское пошло вперед. Вот, слава богу, они здорово поднялись. Но они все молоденькие. К сожалению, когда вот начинают они подрастать, вот тут у нас почему-то не получается их вывести на уровень такой, как, например, итальянка катается. Она сколько лет в одном и том же состоянии. Вот, поэтому буду болеть за пары. Потому что у нас сейчас замечательные пары. Прямо удивительно, удивительно хорошие пары. Хотелось бы девчонок немножко, чтобы они попрыгали. Поувереннее. Ну, там есть две пары. Одна пара совсем плохо с прыжками. А вторая, надеюсь, что они тоже будут не ошибутся. Потому что в этом очень важна прыжковая часть соревнований, где девочки обычно делают ошибки. А вообще по природе своей вы болельщик? Ну, в общем, да. Хоккей смотрите? Сейчас да. Я раньше смотрел, потом не смотрел, потому что его не было хоккей. Потому что это невозможно было смотреть, когда катаются и ничего не хотят делать. А сейчас, сейчас начинают опять хорошо работать, играть. И вот я в последнее время с удовольствием смотрю. Биатлон смотрю, потому что тоже был провал в биатлоне. Сейчас они гонки интереснее сделали. Федерация правильно выставила так, что все быстрее, все динамичнее, все красивее. А результаты вообще шикарные. То есть вы будете болеть за нашу хоккейную команду? Я буду. Я обязательно на Олимпиаде. Вот если будет возможность, я точно пойду на хоккей. Обязательно, ну, естественно, на фигурное катание. Обязательно на биатлон. Это 100%. Бобслей там ничего не успеваешь увидеть. Они так... И все. Ну да, ну да. И это не так интересно. А вот с биатлоном можно посидеть, посмотреть, как люди приходят на рубеж, как они готовы к этому или не готовы, как бегут по трассе. Я знаю, что вы приглашены, да, среди гостей на Олимпиаду в Сочи. Да, создался союз спортсменов, которые... Ну, в основном это Олимпийский чемпион, чемпионы мира, так, который поддерживается государством. Это общественная организация. Вот, и будет, по-моему, две группы, которые отправляют этот союз спортсменов на Олимпийские игры, как болельщиков. То есть уже получил паспорт болельщика, съездил, выдали мне его. Так. Теперь надо будет... Только они сказали, что не будет проблем с билетами. Надеюсь, нам будут давать билеты. Нет, ну вам... Да, я думаю, у вас не будет проблем. Хотелось бы. Нет, ну просто хотелось бы, потому что я понимаю, что это организаторы одно сказали, а на самом деле, может быть, совсем по-другому. Просто быть там на Олимпиаде, ходить по улицам в Сочи, я бы, конечно, не хотел. Ну, конечно. Присутствовать на соревнованиях, это самое важное. Безусловно, конечно. Ну, это первая Олимпиада, на которую я поеду просто именно как зритель. Первая? Первая. На остальные я никогда не ездил. Ну, я понимал, что ты можешь увидеть два вида, и все остальное, это везде секьюрити, это все это не пройти, ничего, это очень сложно. Ну, конечно. И Наталья поедет, и Игорь Бобрин. И Игорь, Наташа, да, мы втроем, как бы три представителя в этой группе. И, по-моему, еще Ирина Роднина, по идее, по-моему, она в нашей группе. Или она в следующей, я уже не знаю. Ну, еще у меня один вопрос, Андрей. Что вы будете делать завтра? Не завтра буквально, вы понимаете? Буквально. Завтра буквально я буду болеть и сидеть у экрана интернета, где будут в онлайне те результаты соревнований, на которых будет участвовать мой сын. Ооо! Вот, они сейчас вчера улетели в Оберсдорф, вот, в Германию, и вот они завтра будут и послезавтра, у них два дня старт, буду сидеть и нервничать. А жена уйдет из дома и будет гулять с собакой по всему... Ну, я ее понимаю, это невозможно. Потому что она смотреть это не может и ждать, и не ждет этого. А я, к сожалению, так вот тоже весь на нервах, потея, руки потеют. Ужас. Ждешь, когда вот эти баллы выскочат, чтобы понять, первый или проиграл, или там еще больше. Вот, Ритя, как вы считаете, первый или проиграл? Ну, если не первый, то проиграл. Андрей Букин сегодня был у нас в гостях. Спасибо вам огромное за все, что вы сделали для фигурного катания, за все, что вы сделали для воспитания вкуса, потому что вы показывали красоту. И при вашей помощи многие-многие люди, живущие в самых разных уголках мира, слышали серьезную классическую музыку. И, может быть, как-то обращались к ней потом. Я надеюсь, что это так. Это правда. Спасибо вам большое. И вам тоже спасибо, что пригласили. Успехов сыну. Ой, черт-черт-черт. Да. И удовольствие на Сочинской Олимпиаде. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Мы встречаемся с вами ровно через неделю. Это был олимпийский чемпион Андрей Букин. Всего доброго. Будьте здоровы. Программа «Мастера» Субтитры создавал DimaTorzok